Здравствуйте! Это видео занятие, ознакомительное, предназначенное для сотрудников компании. Для начала изучим основные элементы или вспомним. Это кнопка поиска курса, это кнопка авторизации или регистрации. Это логотип компании может меняться, это гиперссылки на социальные сети компании. Тут может добавляться еще и скайп и другие сети. Вот это называется баннер, он убирается после того, как посетитель авторизуется. Вот эта ссылка и этот замочек справа вверху это одно и то же. Это описание, это плашки для перехода, они должны быть одного размера. Если надо, я сделаю инструкции для тех, кто будет настраивать. Это чат, пока его не рассматриваем. Это ссылки, которые нужно будет перепроверять. Это потом. Это вот такие вот блоки, выплывающие. Это промо ролик, который мы готовим. Это такие окна табулированные, но тут нужно текст. Отзывы сюда не вместятся. Это временный текст. И тут тоже надо что-то придумывать. Доступные курсы будут меняться. У них будут свои плашки. Это вот числовые показатели, которые также можно добавлять. И тут еще элемент навигации. Вот это называется футер. И вот здесь тоже есть кнопочка вход, кстати. Вот эти все ссылки я взял с главного сайта. Теперь вы должны знать такой прием авторизации, как быстрый вход. Если вы уже авторизовывались, то в памяти хранится уже ваш логин и пароль. И так быстро, без клавиатуры, можно авторизации. Вы должны знать, как сотрудники, что у вас появится дополнительное меню «Мои курсы» и «Мои закладки». Вот это меню, оно сделано мной раньше. Вот это называется категории курсов, в которых находятся какие-то ссылки. В данном случае разделы сайта. Это категории курсов. Вот этот вот баннер остался у меня. Он видит администратору. Если вы администратор, то вы видите вот этот вот баннер. Но пользователи после авторизации его видеть не будут. Продолжаем знакомство. После того, как вы зашли на страницу, вы увидите вот такие вот тоже плашки. Эта кнопка доступна только администратору для того, чтобы можно было регулировать в главной странице. Это будет отдельное занятие для дизайнеров. Личный кабинет есть у всех пользователей, в том числе и у вас. Вот это называется ознакомительный тур. Вы должны знать и не бояться его. Это полезная вещь. Он показывает, что здесь есть. Нажимая на кнопочку «Далее», вы и все наши студенты, обучаемые, будут видеть. Вот, например, вот это вот. Недавно посещенные курсы. Ну, не буду я прочитывать. Посмотрите, пожалуйста, сами этот тур до конца. Единственное, отмечу, что при необходимости его можно запустить заново. По умолчанию здесь написано слово «Сбросить» глагол. Я его пока не переводил. Наверное, нужно перевести. Не менял. А заменить на «Запустить тур для пользователя». В этом случае появится этот тур заново. Здесь есть кнопочки в личном кабинете. Последнее посещение в виде списка. Причем обучаемый сразу видит, сколько он освоил. Напомните мне, чтобы я это слово перевел на «Освоено». Вот тут можно увидеть скрытие, если он не нужен. Или пометить этот курс. Вот он помечен как важный для себя. Или снять метку. Это все я буду показывать. Более детально, по шагам обучаемым. Но вы тоже должны знать, что такое личный кабинет. Календарь сейчас у вас не используется. Но если вы будете вводить какие-то задания со сроком действия, то в календаре все эти ваши мероприятия тут будут показаны. Для студентов будут показаны все даты, что когда надо сделать. Именно в календаре. Очень удобно. Ну и другие события, которые вы хотите. Тут тоже можно задавать какие-то конференции. Какие-то мероприятия, метапы тоже будут видны в этом календаре в виде ссылок. Значков пока нет. Об этом мы поговорим отдельно. Здесь показаны все курсы. Их можно вот так вот развернуть. Вы должны этим пользоваться уметь. Вы должны знать, что вот эта ссылка «И» показывает описание. Запомните этот термин. Это называется «Описание курса». Оно состоит из картинки, изображения поясняющего и описания в виде текста. Каждый курс имеет вот такую кнопку «Войти в курс». Ну и так далее. Как смотреть информацию. Вот так можно просматривать. Теперь вы можете создать новый курс, если у вас такие права есть. Вы просто нажимаете на эту кнопку и создаете, указываете полное название. Можно покороче придумывать название, но не обязательно. И тут нужно его повторить. Выбирайте, в какой категории будет ваш курс. Вот они пошли, категории. Не путайте. Если вы не хотите показывать незаконченный курс, вы можете его не показывать. Ну, дальше мы посмотрим это отдельным занятием. Мы продолжаем только ознакомительное. Итак, знакомства можно еще добавить вот этими моими закладками. Если вы активно будете заниматься с онлайн курсами, вы можете создавать так называемые закладки. Вот все, что мне надо было, я сюда добавил. Все, что не надо, могу удалить. Например, кнопочку, вот эту ссылочку «Добавить курс» можно разместить вот так вот, нажав «Добавить в избранное». Появится такое название, которое можете отредактировать. Я обычно это не делаю, «Сохранить». И в этом случае в моих закладках появилась еще одна закладочка. То есть в любом месте сайта вы можете быстро переходить туда, куда вам надо. Так что еще по общим сведениям, общим сведениям по работе с сайтом должны знать сотрудники. По общим сведениям. Пожалуй, ничего, кроме того, что надо уметь пользоваться техподдержкой, пока я не открываю. Это будет отдельное занятие. Вы должны быстро задавать вопросы. Скорее всего, в реальном времени я вам отвечу. Но если я сплю или отошел, я получу ваши письма. Вы не должны пугаться, что здесь есть сейчас временно какие-то английские слова. Это все будет переведено. Но все ваши пожелания, пожалуйста, активно сюда можете добавлять. И в завершение по этому ознакомительному курсу, вам я рекомендую авторизоваться, внимательно посмотреть все эти элементы. Про курс мы посмотрим отдельно, тоже курс. И четко усвоить вот эти базовые понятия. Повторю, это личный кабинет, это календарь, значки должны знать, что это такое. Это награды за какие-то действия, это просмотр всех курсов, это меню. Обращаю ваше внимание, я забыл сказать, что меню всегда фиксируется, как бы мы ни крутили, оно всегда фиксируется вверху. Немножко занимает это место, но зато оно удобно для навигации. Спасибо за внимание. Переходим к следующему занятию.